В преддверии Дня Добра в пункте передержки животных якутско-волонтеры помогли утеплить будки для собак. Пока на улице еще не ударились сильные морозы, работникам единственного официального пункта передержки предстоит подготовить к зиме порядка 40 будок. Это большая работа и помощь со стороны неравнодушных горожан оказалась весьма кстати. За несколько часов успели подготовить к холодам три строения. Подробнее в материале с Аргаланой Захаровой. Волонтеры города Добра впервые помогают пункту передержки безнадзорных животных. Ждали этот день с нетерпением, представляли себе, как будут играть с щенятами и умиляться мордочкам котят. Однако на деле оказалось все не так радужно. Некоторые гости не смогли даже сдержать эмоции. Вот мы все сейчас ходим возле барьеров и смотрим на этих животных и думаем, как могли оставить таких зверей. Волонтеры утеплили три будки, обили войлоком и сделали укрытие от ветра. Пункт передержки существует уже давно, но вот только в этом году мы решили с ними сотрудничать. Собак, животных очень много, волонтеров очень мало. И вот мы решили, как у нас есть свой волонтерский пункт, наши волонтеры, и они решили откликнулись помочь, наши дети. Сегодня на территории пункта на улице живут больше 30 собак. Одних спасли неравнодушные люди, а других отдали на попечение учреждения сами у хозяева. Последний пример, к сожалению, как говорят работники пункта, не исключение, а больше становится, как правило. Хозяйских животных, оставшихся без попечения хозяина, очень много. Очень много звонят люди, заберите кошку, заберите собаку, мы переезжаем. Остро стоит проблема с размножением животных. Очень часто хозяева считают, что собака домашняя должна рожать, потом не могут пристроить этих щенков. И опять же, вот везут их к нам сюда. Вот, пожалуйста, возьмите, у нас собачка родила. Помощь волонтеров оказалась весьма кстати, так как большинство будок требует утепления. Вольеры застелили сеном, но ветер то и дело сдувает его, говорят работники. С наступлением зимы собак становится в пункте больше, а забирают их все меньше. Чтобы улучшить это положение, нужно повышать ответственность хозяев, твердят в один голос и волонтеры, и работники. Пункт хоть и дает крышу над головой животным, но все же каждому нужен свой дом.